И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямой эфиры на Укрлайф ТВ. И мы очень рады видеть в студии Дмитрия Теперика, который приехал к нам из Эстонии. Он член правления и одновременно исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Эстонии. Дмитрий, кроме всего прочего, имеет опыт работы в Министерстве обороны Эстонии. И у Дмитрия здесь очень интересный проект, который финансируется эстонским правительством. О том, какой это проект и что интересного делает Дмитрий и его коллеги, мы поговорим чуть позже. А сейчас, Дмитрий, здравствуйте! Доброго дня! Спасибо, что вы к нам выбрались. Мы очень рады. Очень приятно здесь быть. Очень рады вас видеть. Ну и хотелось бы начать, наверное, достаточно... Для Украины это была скандальная новость о том, что все-таки Россию вернули в ПАСЭ. И если посмотреть, какие страны голосовали за возвращение российской делегации, то вот эстонская делегация не голосовала. Вот как бы вы прокомментировали возвращение России в ПАСЭ? Ну, на самом деле, это симптоматично для Европейского Союза и, к сожалению, для некоторых наших союзников и партнеров внутри Европы. У них есть какой-то, как нам кажется, безлимитный кредит доверия по отношению к Российской Федерации и какая-то готовность прощать ей любые преступления и любые злодеяния, которые она делала. Мы наблюдали это даже, кстати, после событий в 2007 году в Эстонии, после так называемой «Бронзовой ночи», когда было доказано вмешание Российской Федерации во внутренние дела Эстонии по средствам кибератак, но и не только провоцирования массовых беспорядков. Мы это наблюдали, как Европа вернулась к прежнему состоянию дел и ведению бизнеса России после войны в Грузии, после оккупирования Крыма и разжигания войны в Украине, на Донбассе. Конечно, реакция Европы была более консолидированной в отношении России, но теперь, как мы видим, уже опять начинают поступать первые сигналы, что внутри Европы есть политические силы. К сожалению, которые хотят вернуться к диалогу с Россией на разных площадках. То есть это может быть бизнес-площадки, это могут быть вот такие политические площадки, как ПАСЯ. И, конечно, для стран Балтии, в частности в Эстонии, для нас это неприемлемо, потому что мы знаем не только из исторического опыта, а на основе нынешних дней, что Россия, нынешняя Россия с тем режимом в Кремле, который там есть сейчас, она не понимает таких жестов и она просто злоупотребляет вот этим кредитом доверия со стороны Запада. То есть они тогда не учатся на своих ошибках и, наоборот, могут это даже выставить у себя на внутреннем рынке как некоторую победу. Поэтому я считаю, что, конечно, этот шаг, он был, как я уже сказал, достаточно предсказуем, но он не принесет облегчения или каких-то новых, как говорится, надежд в международной политике и в области безопасности в Европе, а наоборот в течение какого-то времени может даже усугубить ситуацию. Потому что, как я уже сказал, Россия, к сожалению, не понимает таких жестов. Дмитрий, вот Эстония ведь является членом Европейского Союза, членом НАТО. Насколько вы чувствуете себя в безопасности от России? Потому что очень часто украинские эксперты говорили о том, что, кстати, члены Балтии, в этом смысле наши активные союзники, потому что они все-таки чувствуют опасность. Если мы посмотрим на прецедент, что Польша заключила договор с Америкой о том, чтобы ввести военный контингент на территорию Польши и какие-то даже там военные базы создавать, то это вот они почему это сделали? Потому что не до конца уверены в безопасности, которую может им предоставить НАТО? Или все-таки уверены, но хотят еще больше подстраховаться? Или просто хотят сильно дружить с Америкой? Ну, кстати, в случае Польши одно не исключает другого. Сейчас нынешнее правительство, как мы знаем, очень хорошо расположено и симпатизирует администрации Трампа. То есть они хотят реально больше дружить с Америкой. Буквально две недели назад я как раз был в Вашингтоне, и мы делали круглый стол в одном аналитическом центре, как раз рассказывали про угрозы со стороны России, странам Балтии в информационном и коммуникационном плане. И как раз во время обеда с крыши того здания мы могли наблюдать, как американские истребители F-35 прилетали над Белым домом, где как раз-таки президент Трамп принимал с визитом президента Польши Доду. И вот поскольку мы знаем, что Польша тоже в том числе хочет закупить американские истребители, то этот истребитель прям сделал такое маленькое показательное шоу на очень низкой высоте с низкой скоростью. То есть да, поляги хотят дружить с Америкой, и они хотят дополнительный контингент, потому что сейчас, как мы знаем, на территории Польши уже есть, как говорится, несколько подразделений американской армии. Но они хотят, чтобы это было больше. И сейчас такая политика, что чем больше этих контингентов будет, тем, наверное, по мнению польского правительства, больше вероятности, так сказать, реакции или больше вероятности ответа в случае какого-либо военного кризиса. То есть поляги считают, что для того, чтобы НАТО в целом отреагировало, надо иметь своих американских союзников на территории. Для стран Балтии, конечно, было бы лучше всего, чтобы американские союзники в том числе были и на территории стран Балтии. Не обязательно, допустим, в каждой стране. Это может быть какой-то контингент, батальон, какая-то группа, дислоцированная, допустим, на территории Латвии, которая находится как раз-таки посередине стран Балтии, между Эстонией и Литвой. Великолепно, конечно, было, чтобы наши американские союзники были бы в том числе и в Эстонии, и в Литве. Но сейчас мы имеем только мульти- или многонациональные батальоны НАТО в Эстонии, значит, под предводительством Великобритании, ну и так далее. В Латвии под предводительством Канады и в Литве под предводительством Германии. Эти батальоны там численностью 1000 плюс часто располагаются. И отвечая на вопрос, чувствуем ли мы какие-то угрозы, но здесь надо подумать, кто эту угрозу чувствует и насколько эта угроза вероятна. То есть прямого военного вторжения со стороны Российской Федерации в стран Балтии сейчас не ожидается. То есть эта вероятность мала, но она, разумеется, и не исключается. Если мы рассматриваем несколько сценариев возможностей и развития конфликта в регионе, то, конечно, один из этих сценариев предполагает в том числе и военную агрессию. Но так или иначе в Кремле люди в том числе понимают, что возможная военная агрессия против стран Балтии может обернуться очень большим конфликтом и не только уже в регионе, но и достаточно глобальным, потому что мы являемся членами НАТО и Европейского Союза. Что Российская Федерация успешно делает, и не только в нашем регионе, а в том числе и в Украине, и в других странах, это так называемое гибридное вмешательство, когда влияние на страны и в основном, кстати, на общество этих стран происходит невоенными методами. Это может быть политическое влияние на те же самые электоральные процессы, то есть вмешательство в выборы. Это может быть экономическое давление оказания, будь то это в энергетике или по другим экономическим каналам. Или это может быть классические информационные или психологические операции, которые направлены на какие-то уязвимые части обществ, чтобы заставить их делать что-то или не делать что-то. То есть тут, конечно, вопрос надо смотреть в отдельном случае конкретно, чего может добиваться Российская Федерация. И инструментарий у нынешнего режима в Кремле на самом деле очень широкий. Я уже перечислил, как говорится, экономику, социальную сферу. К сожалению, можно сказать, что Русская Православная Церковь тоже является одним из инструментарием влияния и проецирования, так сказать, своей позиции, так называемых ценностей традиционных русского мира на разные страны. То есть почему я говорю, что вот этот гибридный арсенал Кремля, его надо рассматривать более внимательно и быть готовым к соответствующему ответу. Вот сейчас у нас здесь в Украине создается такое впечатление, что по нашей западной границе НАТО создает такую линию обороны, так или иначе, в большей или меньшей степени. Но у нас же такая ситуация, что если по нашим западным границам стоят войска НАТО, то, что касается наших восточных границ, то Россия их уже пересекла, она заняла и Крым, и заняла часть Донбасса. И получается, что враг уже на территории Украины, а с другой стороны мы понимаем, что там есть четкая стена. И мы, как вот в этом фильме знаменитым, который все там смотрят, «Игра престолов», получается, как ночной дозор, знаете, такой. Вот у вас есть такое чувство? Какой взгляд на роль места и безопасность Украины? Вот вы чувствуете, что вот все-таки члены Евросоюза, они все-таки вот за какой-то такой стеной, а Украина все-таки вот, она не вписывается в этот общий такой безопасностный, если хотите, зонтик, вот она где-то за этим зонтиком? На самом деле здесь надо смотреть не только на источник угрозы, если мы говорим про Российскую Федерацию как источник угрозы, надо смотреть на суть угрозы. Если говорить про военную угрозу, то вы правильно сказали, в основном, конечно, часть российских войск уже есть на территории Украины. Это, разумеется, Крым, который, по сути, превращен в бастион военный, угрозающий уже не только, конечно, Украину, но если мы говорим про те же самые ракетные комплексы, расположенные в Крыму, они в том числе части покрывают территорию той же самой Румынии, Болгарии, покрывают большую часть акватории Черного моря, то есть, если мы говорим даже про северное побережье Турции и их ВМФ, то есть, это не только украинская проблема. Если говорить про суть угрозы не военного характера, то здесь, по сути, границы нет. Кибервмешательство, злодеяние на информационном фронте, вмешательство выборы, мы знаем, что со стороны Российской Федерации были и в Соединенных Штатах, которые, так сказать, имеют очень маленькую границу общую, да, где-то на севере, там, в Азиатске, вот, и в других странах. То есть, мы говорим о том, что на самом деле эти границы, классические границы, не имеют такого значения. И позиция стран Балтии, в том числе моей страны, Эстонии, заключается в том, что война в Украине, которую, по сути, спровоцировала Российская Федерация, она идет против Запада. И Российская Федерация многие свои методы, как военные, так и невоенные, в том числе оттачивает на так называемом украинском полигоне. Ну, я имею в виду, образно говоря, да, то есть, если говорить про какие-то киберугрозы, про информационное сопротивление, то Украина как раз-таки находится на передовой. Ну, и, разумеется, если говорить про открытый конфликт, то это, само собой, разумеется. Если говорить про страны Европейского Союза, которые, на самом деле, не выстраивают на западной границе Украины такого кордона, потому что мы знаем, что есть, кстати, и совместно польско-литовско-украинская бригада, которая тренируется. Очень многие военные инструкторы со стран НАТО в том числе сотрудничают с силами специальных операций в Украине, с другими подразделениями здесь. Нам было очень интересно, кстати, видеть, когда мы с нашей исследовательской командой ехали по югу Николаевской области, то мы недалеко от Очакова встретили британских военных, в том числе. То есть мы говорим о том, что сотрудничество идет, и такой, как сказать, невидимой границы между Европейским Союзом и Украиной в плане безопасности ее нет. Она есть, может быть, в плане каких-то экономических тарифов, других вещей, но в плане безопасности ее нет, что в основном правительство тех стран понимает, что война против Украины, Российской Федерации затеяна для того, чтобы расколоть Запад. То есть это не только война против двух стран, или между двумя странами. Это более обширная авантюра. Конечно, я знаю, что есть политические разногласия, допустим, между Украиной и Венгрией, с которой вы тоже граничитесь. Но здесь надо смотреть не только на Венгрию как общество или как страну, а на конкретно вот тот правящий режим Венгрии, который, к сожалению, в том числе выбрал путь популизма и так называемой суверенной управляемой демократией по модели Кремля. Дмитрий, вот вы сами сказали о расколе Запада, и я все-таки, если позволите, хотя бы немного хотела с вами поговорить о том, что ведь по большому счету некоторые вещи России удались, и может быть не обязательно России, но так сложилось просто, так обстоятельства как-то сошли, звезды, если хотите. Потому что если посмотреть на взаимоотношения сейчас между Соединенными Штатами Америки и, скажем, членами Европейского Союза, в частности, той же Германии и многие другие страны, то у них тоже не все гладко в взаимоотношениях. И вдруг совершенно неожиданно Европа заговорила о том, что теперь, вот там, словами Меркель, что теперь уже Штат и не такой союзник, как мы рассчитывали, что Макрон заговорил о том, что мы будем создавать свою европейскую армию, свою европейскую разведку и так далее, и так далее. И тогда, если вот возникает такой вопрос, возникает какое-то определенное недоверие, ну, по крайней мере, оно вот внешне читается. Может быть, внутри там все не так, но внешне вдруг вот по некоторым таким показателям мы можем понять, что не все так гладко происходит. И, по большому счету, вот такие идеи о создании европейской армии, каких-то своих там других, вот той же самой там таможни и погранслужбы, и все прочее, да, европейской, ставят ли они под вопрос существования и эффективность НАТО, насколько вот здесь все приложились к тому, что все-таки возник этот конфликт, потому что, может быть, европейские там страны недоплачивали, может быть, Трамп погорячился, может быть, Россия поиграла на этих противоречиях. Но уж так случилось, что вот как-то тут этот клубок как-то завязался. Как бы вы его прокомментировали, и есть ли сейчас эта проблема для Европейского Союза? Да, проблема есть, потому что все-таки европейское единство, оно не первый раз, я думаю, и не в последний подвергается каким-то вот там сомнениям или как-то с нападком, атакам как со стороны, если говорить про Российскую Федерацию, но так и изнутри. Очень много евроскептиков есть в самой Европе. И на самом деле не стоит, так сказать, за каждым движением видеть какую-то руку Кремля. Несомненно, режим в Кремле очень апатурнистический, то есть в плане, что он обязательно использует те уязвимости, которые уже присутствуют. Зачастую Кремль не создает каких-то внутренних проблем, а он только использует те, которые уже есть. Если говорить про, так сказать, разное видение безопасности в Европе и сотрудничество с Соединенными Штатами, но это, в принципе, тема не новая. И, так сказать, с разным успехом она поднималась в прошлое несколько десятилетий, то сейчас просто, опять-таки, как вы сказали, совпали звезды, так сложились, что политика администрации Трампа и невнятность, я бы сказал, политики многих европейских лидеров, и про европейских лидеров я бы лидеров взял здесь в кавычки, потому что сейчас, к сожалению, на европейском политическом небосклоне не так уж много харизматичных, таких звездных лидеров, которые способны вести весь Европейский Союз за собой. То есть такие надежды были, отчасти, по отношению к Макрону, но они быстро улетучились. То есть уход Меркеля – это проблема? Да, уход Меркеля – это проблема, потому что на ее замену, как сказать, не приходит новый харизматичный лидер, а многие жители страны Европы уже привыкли видеть, что Германия – одна из тех, кто, в принципе, задает то. И поэтому, конечно, эти противоречия опять всплыли, как говорится. Но позиция стран Балтии, в принципе, такая, что, опять-таки, одно не исключает другое. НАТО первым делом фокусируется на военную оборону всех членов Альянса. Если говорить про европейскую, допустим, армию, или про европейскую разведку, она должна больше дополнять те силы, которые есть, и больше фокусироваться на, допустим, интересы Европы. И где интересы Европейского Союза сейчас на данный момент есть, если мы исключим компонент НАТО, например, это Африка. Понятно, что НАТО вряд ли будет проводить совместные какие-то операции по стабилизации стран, допустим, как в Малии или в Центральной Африканской Республике, но откуда очень много, допустим, приходит беженцев. То есть это не позиция, как говорится, НАТО, но это в очень больших интересах, как говорится, Европейского Союза. То есть у Союза, как такового, должен быть тоже инструмент на какое-то реагирование. То есть должна быть, разумеется, общая разведка, плюс, как сейчас, вот есть более-менее скоординированная, так сказать, охрана границ. Ну и, как говорится, должна быть, возможно, не очень многочисленная, тем не менее, какая-то вооруженная составляющая, вооруженная сила Европейского Союза, которые могут стабилизировать ситуацию, значит, на границах этого Союза, где НАТО так или иначе действовать не может. То есть одно не исключает другого, но к этому надо подходить очень аккуратно, потому что у многих стран оборонные ресурсы ограничены. Я сейчас говорю не только, допустим, о странах Балтии, но и о многих, в принципе, странах Европы, где нет желания инвестировать в оборону еще больше. Да и Германия сама, которая бы большую, что-то могла бы, тоже не хочет. Да, разумеется. И это надо понимать, что, в принципе, люди, и не только в Европе, но если говорить про Европейский Союз, во-первых, достаточно ленивы и не хотят выходить из своей зоны комфорта, и чисто психологически очень многие даже очевидные угрозы отметают, и не хотят о них знать. Не то, что они их не знают, они просто не хотят о них знать больше. И поэтому в политическом плане это не выходит в поддержание тех сил, которые, допустим, адвокатируют большие расходы. Поэтому к созданию всех новых европейских структур оборонных надо, конечно, подходить очень аккуратно, потому что ресурсы в этом плане ограничены, и не навредить уже тем структурам внутри НАТО, которые есть, и которые надо поддерживать финансово, и не только финансово, но в том числе человеческим капиталом на адекватном уровне. Потому что, как мы знаем, угрозы могут возникать, даже в случае войны в Украине, могут возникать очень быстро. И таких планов, что НАТО или Европейский Союз мог бы и должен был сделать, конечно, в 2012-2013 году, к сожалению, никто не делал. То есть это многих застало и застигло врасплох. Вот часто говорится о Европе двух скоростей у нас здесь, в Украине. И в этом смысле, насколько сейчас страны Балтии, ну, как не такие, скажем, большие страны, как Германия, уж извините, которые всю жизнь больше влияли на происходящее в Европейском Союзе, насколько вот сейчас страны Балтии не чувствуют, ну, если хотите, какой-то такой внутренней дискриминации, когда вот, ну, те, кто... Позиция старшего брата нам известна, к сожалению. Вот Россия нам часто рассказывала, что она наш старший брат. Здесь, конечно, другая история, но тем не менее. Вот эта вот традиция, когда основные фаундаторы, страны-фаундаторы Европейского Союза, они, как правило, имели большее влияние, и это традиционно, да. Вот насколько сейчас это влияние сохраняется, насколько это вот не мешает стабильности Европейского Союза, и когда вот страны, которые поменьше, но в то же время они тоже, ну, самостоятельные государства, которые имеют хорошие экономические успехи и все прочее, насколько они себя чувствуют комфортно, насколько они обладают таким же правом, если хотите сказать, принятия решения в Европейском Союзе. Потому что это ведь вопрос, я так понимаю, снова же стабильности того же самого Европейского Союза, вопрос взаимопонимания в рамках Европейского Союза, и это тоже наверняка влияет и на общую какую-то оборонную стратегию. Да, разумеется. Ну, если говорить про опыт Эстонии, то я могу сказать, что по большей части при разработке и принятии решений я хотел бы еще раз именно сделать акцент на разработке решений, потому что это очень важно. Когда уже решения принимаются, на самом деле до этого этапа очень много уже бывает согласовано, очень много споров, так сказать, сделано. А вот сама разработка решений – это очень ценный процесс, где, по сути, величина страны и там ее, как говорится, населения и там экономического потенциала не имеет такого, как говорится, большого значения. То есть если твои коллеги, европейские союзники, видят, что ты вкладываешься по полной именно в разработку решений, бываешь конструктивным, ищешь компромиссы, и понимаешь, в том числе, допустим, проблемы, я не знаю, например, Португалии или там то же самое, как говорится, Греции, тогда они готовы идти в том числе и тебе навстречу и понять твои проблемы. То есть здесь в этом плане опыт Эстонии показывает то, что, допустим, мы можем иметь номинально, так скажем так, больше авторитета и больше, так сказать, ну не то, что права голоса, но к нам больше могут присутствовать, прислушиваться, чем, допустим, можно было бы ожидать. Потому что у страны, допустим, был хороший имидж, допустим, хороший имидж в фискальной политике, очень маленький государственный долг, допустим, хороший имидж во внедрении современных технологий в управление государством. Ну, электронное правительство эстонское известно по всему миру, да. Все, что связано с дигитальными решениями. То есть вот когда у страны есть такой, как говорится, имидж, тогда это дает, как сказать, возможности больше вкладывать в разработку решений, но и потом, как говорится, они их принимают. Что сейчас больше угрожает, конечно, европейскому единству, если говорить про позиции стран Балтии и Эстонии в частности, это, конечно, Брексит. Потому что в лице Великобритании, ну той прежней Великобритании, уже не нынешней, потому что тот хаос и цирк, который политический, который там сейчас происходит, на самом деле говорит, что Британия тоже меняется, но вот в позициях той прежней Британии у Эстонии и у многих стран Балтии, Польши всегда был тот, так сказать, рациональный союзник. И Британия, она в хорошем смысле действовала как контр-вест, контр-баланс каким-то инициативам Франции или той же самой, как говорится, Германии. А, это очень интересно. Да, и там тогда вот именно всегда был такой интересный путь для снахождения компромисса. И тогда там не было, так сказать, вот этой двухскоростной Европы, что там были бедные и богатые. Там это разделение могло идти, так сказать, больше, допустим, как там северные страны, страны Балтии, Великобритания, допустим, отчасти Нидерланды, Франция, Германия, там еще какие-нибудь страны, там Австрия, ну и южные страны. То есть там это разделение могло идти уже, как говорится, по такому принципу. То есть сейчас мы, по сути, потеряли такого рационального союзника в предпринятии и разработке решений внутри Европейского Союза. То есть нам надо будет, конечно, искать компромиссы, опять-таки, с другими странами. То есть легче всего, конечно, они находятся с соседями, это страны Балтии и скандинавские страны, которые в целом, конечно, образуют очень достаточно хороший блок для того, чтобы продвигать какие-то свои интересы. И, разумеется, ни Франция, ни Германия игнорировать это не могут. Но тут именно вопрос, кто будет эту европейскую агенду теперь озвучивать. Как я сказал, сейчас среди европейских лидеров очень мало тех, которые универсально воспринимаются, как те, которые могли бы вести Европу дальше. Ну, которые принимаются и большими, и малыми странами. Да, да. И это, к сожалению, в том числе является, ну, в перспективе одной из возможных угроз безопасности, потому что если нет одного такого или таких лидеров, то это значит, что та же самая Российская Федерация, как говорится, может играть на расколе и, грубо говоря, что она пытается и пыталась, и пытается до сих пор делать, отдельно разговаривать, допустим, с правительством той же самой Италии, с правительством Австрии, ну и так далее. И это работает, потому что мы даже изнутри, из Украины заметили, что если раньше мы говорили там члены Европейского Союза, глава делегации европейской и так далее, да, то сейчас мы говорим там, ну, глава там Германии, глава Франции, глава Италии, то есть мы вот чувствуем это, что это уже вот идет вот какое-то такое восприятие. Но что интересно, что все-таки, как бы, европейскую идею хранить еще рано, разумеется. Конечно. То есть идея еще живет, если посмотреть, допустим, на такие страны, допустим, сейчас в Дании, в том числе пришло правительство социал-демократов с очень проевропейскими позициями, в Словакии, кстати, избрали женщину-президент с очень проевропейскими либеральными взглядами, что, допустим, на фоне то, что происходит в Венгрии, в Польше или даже в той же самой Чехии, является очень интересным явлением. То есть, в принципе, в основном, в основном, еще раз повторяю, люди в Европе не потеряли полностью веру в европейскую идею и в единство. очень большая проблема, я сейчас, конечно, очень обобщаю, поэтому надо сделать эту ремарку, но очень большая проблема, что, в принципе, за последние 20 лет, может быть, 15, Европейский Союз в целом, и в том числе и моя страна, мы были успешны в... так сказать, внесении в проектирование этой европейской идеи нашим соседям. Украине, Молдове, Грузии, то есть, отчасти Турции, хотя это отдельный, конечно, кейс. Ну да, отсюда договора об ассоциации, восточное партнерство. Да, мы хотели, чтобы именно европейская идея нравилась нашим соседям, чтобы там можно было ассоциироваться, создавать общие экономические рынки, ну и так далее. При этом мы, конечно, и это надо признать, забыли, как коммуницировать эту идею своим собственным гражданам. То есть, мы забыли, мы очень много внимания и ресурсов уделяли, как говорится, тому, чтобы сказать, какие прекрасные европейские ценности у нас есть, что мы защищаем, как мы наслаждаемся, там, не знаю, свободными перелетами без границ, как там движется капитал без границ, ну и так далее, и так далее. То есть, вот, все, что у нас, как говорится, есть, мы очень хорошо это, так сказать, рекламировали нашим соседям, при этом абсолютно забыв рекламировать это нашим собственным гражданам. Ну, считалось, что и так все понятно. Да, на самом деле нет, на самом деле нет для многих стран, и это тут, опять-таки, нет, там, одной или второй Европы, то есть, там, новой или старой Европы, в том числе и для граждан в Голландии той же самой, или в Италии, как мы видим, когда популисты говорили, как говорится, нонсенс, что касается Европейского Союза, ну и опять та же самая Венгрия, Финляндия, Эстония. Для многих граждан, на самом деле, это не оказалось само собой разумеющееся. Ну да, центробличная система, ситуация отсюда же. И абсолютно они, как говорится, и когда пришли новые популистические силы, они стали смотреть, ага, значит, если для вас это не является само собой разумеюще, значит, это можно, как говорится, использовать и включить свою евроскептическую, так сказать, пластинку. И очень многие пришли к власти на основе таких, как говорится, выборов. То, что нам надо сейчас сделать, мне кажется, больше сфокусироваться для объединения Европы, объясняя своим гражданам, особенно молодым, кстати, которые уже не помнят того времени, когда Европа была разрознена, когда Европа была бедная, когда Европа была разделена железным занавесом, ну и так далее. Так вот этим гражданам надо, как говорится, объяснять, что на самом деле, там, где мы сейчас живем, это очень хорошо. Это долго создавалось. Это долго создавалось, и разрушать это какими-то популистическими обещаниями на самом деле является очень большим преступлением. Ну и вот последний вопрос по такой вот европейской теме. Чувствуете ли вы там в Эстонии угрозу того, что, ну вот, кроме там, может быть, Brexit, вот он состоится, да, уже теперь наверняка, может быть, еще какой-то exit каких-то стран, и чувствуете ли вы, что, вы знаете, это сама конструкция Европейского Союза, она, ну, шатается, если хотите. Это вот вы ощущаете эту игру? Такого ощущения, как говорится, нет. То есть, как говорится, Brexit – это отдельный случай, потому что, опять-таки, евроскептики Великобритании – это классический пример уже, можно сказать, из учебника политологии. Поэтому, конечно, это очень больной процесс, и больной был сюрприз, когда они все-таки запустили этот процесс, хотя у них был выбор этого не делать, как мы знаем. Но, тем не менее, это их суверенное право. Но в других странах все-таки есть ощущение, что Европейский Союз приносит больше пользы, чем вреда. Конечно, вот со второй половиной, вот со всем вредом, о слишком чрезмерном регулировании всего, то есть надо, как говорится, работать. И, как мы говорим, что Европейского Союза должно быть больше в глобальных вещах, и меньше в меньших, в маленьких, как говорится, локальных вещах. То есть нет смысла регулировать какие-то локальные вещи, не знаю, в каком-то там сельском хозяйстве, в отдельном регионе, что Европейский Союз иногда делает. Но Европейский Союз должен больше участвовать в глобальных вещах, если мы говорим про потепление, допустим, климата, про, как говорится, борьбу с нелегальной миграцией, ну и так далее. Вот там Европейского Союза, на самом деле, должно быть больше. И там отдельные страны не могут изменить никакую политику. Хороший пример, если говорить про информационную безопасность, где Европейского Союза должно быть больше, это, например, ведение переговоров с технологическими гигантами, как Google, Facebook и другие корпорации. Потому что отдельные правительства, особенно маленьких стран, Google и Facebook слушать не будут. Ну, они могут выслушать вас из-за вежливости, но принимать какие-то решения они будут только тогда, когда, допустим, Европейская комиссия, на них может, как говорится, наложить очень большие штрафы или какие-либо санкции. Поднадобить немножко. И вот эта сила в Европейской комиссии, в Европейской Союзе в целом есть. То есть больше Европейского Союза в глобальных делах и меньше Европейского Союза, как говорится, в таких локальных делах. То есть, я думаю, национальное правительство и самоуправление могут сами с этим разобраться. Ну, раз уж мы заговорили о коммуникациях, информационных технологиях, и там немножко перейдем тогда вот к вашему проекту, который существует здесь в Украине. Проект достаточно интересный. Я, честно говоря, признаюсь, что не знала о том, что, оказывается, вы регулярно ездите в зону военных действий, что у вас есть свое понимание, как развиваются военные действия. Я хочу напомнить нашим зрителям, что правительство Эстонии финансирует этот проект. Это значит, что правительство Эстонии – это важно. То есть, оно исследует, что происходит здесь. Давайте вот, если коротко, немножко о самом исследовании. И, может быть, какие-то уже у вас есть промежуточные итоги, которые были бы нам интересны, потому что, знаете, взгляд со стороны – это вот, как вы помните, там, лицом к лицу, лица не увидать большое, видеться на расстоянии, уж извините за, за такую банальную цитату. Но, тем не менее, ваш взгляд со стороны на то, что происходит. Интересно. Мы начали работать с украинскими партнерами в 2015 году. И тогда был первый проект, и, скажем так, первый этап проекта. И это полностью финансируется Министерством иностранных дел Эстонии. То есть, это, по сути, деньги эстонских налогоплательщиков. То есть, это не какой-то там фонд европейский или американский. Это конкретно деньги эстонского правительства, деньги эстонских налогоплательщиков. В 2015 году нам было очень интересно исследовать опыт военных добровольцев. И про военных добровольцев в Украине я говорю только не тех, которые там образовывали знаменитые добробаты, но и в том числе, которые добровольно пошли в ряды Збройных сил Украины, в ряды Национальной гвардии и так далее. То есть, те люди, которые почувствовали внутри мотивацию идти на фронт, защищать свою страну, вне зависимости, кстати, от языка, этнического происхождения, семейного положения и так далее. То есть, нам было вот именно интересно исследовать эту мотивацию, что людей заподвигло. И вот тогда мы очень много объездили точек на фронте. И вот говорили с обыкновенными бойцами, то есть те, которые пошли добровольно. Также посетили полигоны, допустим, широкий лам Николаевской области, которые были в тылу, в Днепре тоже были. То есть, в принципе, разговаривали со всеми, которые были уже на фронте, были отправлены, допустим, на реабилитацию, отдых, или те, которые только собирались ехать туда и тренировались на полигонах. Нам вот именно было интересно не те, которые были призваны, так сказать, по мобилизации, а вот добровольцы. Это был 15-й год. Мы сделали тогда исследование и тоже в том числе представили его здесь в Киеве, и Министерство обороны Украины, Генеральному штабу, Национальной гвардии, чтобы они знали, по сути, тот потенциал людей, которых у них есть. Я сейчас не буду, как сказать, комментировать результаты тех исследований, потому что тогда, конечно, оно было воспринято очень многими как что-то нежелательное. Потому что тогда, да, в основном некоторые военные здесь, в Украине, думали, что мы не понимаем ситуацию дел. На самом деле, возможно, возможно. Им просто было обидно, что мы ситуацию дел понимали лучше, чем они сами. Вы меня заинтриговали просто. Каким же вы таким выводом пришли? Мы пришли к выводу, что на самом деле старая военная бюрократия, которая в Украине осталась, к сожалению, после советского времени, которая не сменилась, если говорить обобщая, но тем не менее, начиная с подполковников, полковников, как говорится, и выше. И тогда, в 15-м году, ее еще было очень много, и не было никаких изменений. И вот именно эта старая военная советская бюрократия, по сути, убивала мотивацию тех военных, молодых военных, которые пошли, как говорится, на фронт добровольно. То есть, и одна из наших рекомендаций, в том числе, была, что надо больше открываться, и в том числе в военной сфере, западным союзникам, больше сотрудничать с западными военными инструкторами, чтобы молодые военные Украины могли перенимать этот опыт, могли понимать, как происходит, допустим, линия командования, какие есть, как говорится, возможности для развития. Обязательно учить английский язык, потому что английский язык в странах НАТО, между военными, является тем языком, ключевым коммуникацией. То есть, ну, вот такие все вещи. Это вы говорите о среднем звене вот этого военного состава, да, то, что мы называем сейчас, да? Да, да. Составляющую безопасности всего региона. То есть, мы смотрели, какие есть уязвимости в сотрудничестве между государственным аппаратом и гражданским обществом. То есть, допустим, как в то же самое, вот мы тогда взяли три области, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, ну, неоккупированные части, да, свободные. То есть, те, которые напрямую прилегают к линии фронта. Абсолютно, вот. И тогда мы смотрели, допустим, какой есть уровень доверия у, допустим, граждан к национальной полиции, какой есть уровень доверия к национальной гвардии, ВСУ, СБУ, ну, и так далее. То есть, к местным администрациям. То есть, какие они видят, допустим, проблемы, как происходит коммуникация, где она не происходит. То есть, очень много было, на самом деле, сделано, и мы тогда провели не только социологическое исследование, там было около 70 фокус-групп, глубинное интервью, анализ социальных медиа. То есть, все эти данные тоже, кстати, в 2018 году уже опубликовали, представили и выявили пять главных пробелов в национальной стойкости Украины. И одним из этих пробелов является коммуникация. Коммуникация между кем и кем? Да, коммуникация между всем и вся. Если говорить образно. Хорош, какой вопрос, такой ответ, да, я поняла. Да, коммуникация, потому что любая коммуникация между, допустим, двумя группами в обществе или между, допустим, государственным аппаратом институции, допустим, и гражданами является целью информационных атак. И Россия это, разумеется, использует. Она использовала, использует и будет использовать, поскольку мы не можем наладить нашу внутреннюю коммуникацию между разными сегментами. Разумеется, это будет всегда атаковано. И из-за такой недокоммуникации возникает именно кризис доверия, что мы видим, что в Украине, на самом деле, очень мало институций, которые пользуются общественным доверием. Отчасти, конечно, это идет, опять-таки, из-за советского прошлого, когда недоверие к государственным институциям, в принципе, было закодировано у нормальных граждан, да. Но отчасти это сейчас идет еще от того, что просто происходит тотальная недокоммуникация. И вот с 2018 года по 2020, то, что мы сейчас продолжаем работать с исследовательской командой, в которую, кстати, входят в том числе и эксперты с Украины, сейчас это именно мы как раз углубляемся в вот этот коммуникационный разрыв и посмотреть, какие есть проблемы. И мы в этом коммуникационном разрыве говорим о трех компонентах. Это так называемая информационная безопасность. Это та, которая анализирует медиаландшафт, проблемы журналистики, которая анализирует медиа, инфраструктуру, каналы, значит, связи, СМИ. То есть это вот все, что связано с информационной безопасностью. Второй компонент – это коммуникационная безопасность, коммуникативная безопасность. Это та, которая анализирует смыслы, допустим, враждебные смыслы или, наоборот, позитивные смыслы, нарративы, символы. То есть то, что наполняет, по сути, наш информационный поток и коммуникацию. И третий аспект, который очень важен, это кибербезопасность. Это все, что связано, конечно, с программным обеспечением, это все, что связано с информационными потоками и с соответствующими аппаратурой. И почему это все важно смотреть вместе? Потому что, допустим, в том плане Российская Федерация, планируя свои агрессивные действия, всегда считает, что информационные атаки должны быть связаны с кибератаками, в том числе вкладывая в них определенный смысл. То есть мы говорим о том, что это такой очень комплексный подход. Со стороны России? Да. На Западе, к сожалению, еще до сих пор, особенно во многих военных доктринах, существует четкое разделение. Вот, допустим, есть киберпространство, где там создаются какие-то, допустим, кибервойска, и надо там реагировать, да? А кто-то там занимает, допустим, информационное пространство. На самом деле эти области очень переплетены, и сейчас все сложнее и сложнее отделить их друг от друга, поэтому надо смотреть уязвимости во всех трех. И если говорить вот о предварительных результатах, у нас, конечно, исследование еще продолжается, но предварительные результаты какие? Одним из самых главных таких уязвительных, уязвимых компонентов здесь, особенно на региональном уровне в Украине, это человеческий капитал, вернее, его отсутствие. На самом деле, что не хватает, остро не хватает, хорошо подготовленных профессионалов в этих трех областях. И если на уровне, допустим, Киева, столицы, ситуация может выглядеть более-менее удовлетворительной, то в регионах, на самом деле, очень большая и острая проблема состоит в том, что люди ответственны за кибербезопасность, за коммуникационную информационную безопасность, если они вообще там есть, их может и не быть, да? Но если они, допустим, есть на разных уровнях управления, там, региональном или локальном, они могут быть, я верю, хорошими людьми, но они абсолютно некомпетентны и непрофессионально, как говорится, подготовлены к тем вызовам, которые есть. То есть в этом плане надо обязательно инвестировать в развитие человеческого капитала. И наша программа как раз таки направлена, что со следующего года мы, выявив теперь конкретные проблемы, будем предлагать тот опыт Эстонии в тех областях, знания, навыки, чтобы повысить уровень человеческого капитала, чтобы люди могли понять, что, в принципе, время не стоит на месте, эти области быстро развиваются, даже вне зависимости от того, что Россия делает там против нас, они просто очень быстро развиваются, и поэтому, как говорится, надо повышать свои профессиональные навыки. Я просто хотел бы еще подчеркнуть, что наша программа, начиная уже с 2015 года, всегда действует по принципу комплементарности. Это значит то, что мы не только, допустим, приносим для ознакомления эстонский опыт, мы всегда хотим и нарабатываем вместе с профессионалами, экспертом из Украины наш совместный опыт. То есть это вот эта эстоно-украинская программа, то есть мы всегда вовлекаем профессионалов, специалистов и экспертов из Украины, потому что в любом случае они ситуацию видят и знают лучше здесь, как и на местах. Вот эта синергия, которая возникает, она и есть самым главным результатом этой программы. То есть то, что побочно делается, там, конечно, исследования, результаты, проводятся, допустим, там тренинги, другие мероприятия, это тоже все полезно, но самый главный результат программы, что образуется площадка, где эксперты, профессионалы, я не знаю, там, журналисты, кто угодно, психологи, политологи из Эстонии и Украины могут встретиться и обсудить какие-то совместные проблемы, сравнить ситуацию и вместе, как говорится, предложить какие-то наработки для решения. То есть вот создание вот этого, так сказать, совместного творчества, если вы хотите, да. Ну, продукты. Продукты, да. Это является самым ценным результатом. То есть чтобы были связи межличностные. Дмитрий, ну и вот последний вопрос, я понимаю, что сложно его коротко, но, да, по возможности. Вот когда мы говорим о том, что Россия вмешивается, она вмешивается в информационную политику, она вмешивается в очень многие процессы в мире, в Евросоюзе и так далее, то иногда создается впечатление, что Россия настолько всесильна, что она может вмешиваться везде и по всему миру. Если честно, мне иногда кажется это либо преувеличенным, либо она действительно всесильна. Тут нужно как-то определиться, потому что если уж там она может позволить себе вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатах Америки, и потом там Германия говорит о том, что она пыталась вмешиваться, и Франция говорит об этом по всему миру. Вот вопрос, она действительно настолько мощная Россия, настолько всесильная в том, действительно у них там какой-то, я не знаю, гений такой злой, и они насаждают это всему миру. Либо это просто сильно преувеличено, и просто мир был не готов вообще вот к такому, ну, если хотите, хамскому такому неожиданному поведению. Да, вы абсолютно правы. Во-первых, мир был не готов, хотя, ну, опять-таки, там страны Балтии, Польша, еще до Грузинской войны, но особенно после, предупреждали, что, в принципе, поведение России на международной арене вряд ли изменится по своей сути. То есть она может быть задекорированным и выглядеть вполне дружелюбным, но это не значит, что она изменилась по своей сути. Она не всесильна в плане того, что те вмешательства, которые мы наблюдали за последние 5-7 лет, в принципе, они не настолько дорогие. Конечно, они имеют очень большую стоимость, но они не настолько дорогие, как, допустим, какая-либо военная компания, сколько там Россия тратит на военную компанию в Сирии, как вариант. То есть это раз. Во-вторых, конечно, они преувеличены, потому что поднялась паника, поднялся ажиотаж, в том числе отчасти по вине и экспертного сообщества, которое стало глубже анализировать всю эту проблематику. И, разумеется, все это всплыло, как говорится, наверх, что смотрите, какие у нас есть уязвимости, куда Россия, как говорится, вмешивается. С другой стороны, зависимость той же самой Европы, по большей части, допустим, энергетической от России, или даже бизнес-контакты, которые там 30 лет рабатывались между Германией и Россией, Италией и Россией, Голландией и Россией, они же никуда не исчезли. То есть часть из них, конечно, приостановлена из-за санкций, но, тем не менее, они еще, как говорится, есть, и многие хотят их, как говорится, вернуть. То есть в этом плане здесь надо понимать, что она не всесильна. Внутри России существует очень много проблем, которые, кстати, до нас не обязательно доходят. Мы можем даже и не подозревать, что они есть, потому что мы либо не смотрим российского телевидения, а о них там и обычные не говорят. То есть мы вообще даже, как говорится, не в курсе, что там может, как говорится, происходить. Но, в принципе, оценивая уровень экономики, то есть надо понимать, что Россия, в принципе, это беднеющая страна. Она последние, как говорится, года беднеет. Это страна, которая закрывается от остального мира. И это страна, где, по сути, очень мало позитивного, именно позитивного импульса для дальнейшего развития. И, зная историю России на протяжении, как сказать, нескольких веков, сочетание этих факторов обычно ни к чему хорошему не приводит. Для России или для мира? Да, и первым делом для самой России. Потом, конечно, это может оказывать влияние на соседнее государство, поэтому мы всегда говорим, допустим, строй свое общество, и почему вот наша программа, как говорится, направлена на стойкость, общественную стойкость, в английском языке значит resilience, да, стойкость. Вот. Нам надо заниматься своими делами. Нам надо заниматься своими делами внутри наших стран. Нам надо укреплять наше общество и контакты между нашими странами и обществами вне зависимости от того, что происходит, как говорится, в России. Потому что мы это должны делать, так сказать, для наших же людей. То есть, чем меньше оглядки на Кремль, тем лучше. Потому что чем больше мы будем об этом говорить, тем, как правильно вы сказали, больше создается впечатление, что они все сильны. Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы добрались сегодня до нашей студии. И милости просим, если в следующий раз будете в Киеве, приходите, рассказывайте. И очень интересно будет, когда вы будете представлять уже результаты своего исследования. Мы вас сразу приглашаем. Приглашение у вас уже есть. Спасибо большое. Так что ждем вас у нас в студии. Спасибо огромное. Дмитрий Теперик был сегодня у нас в гостях. Он исполнительный директор и член правления Международного центра обороны и безопасности Эстонии. И мы действительно были очень рады его видеть. И, конечно, увидимся. Это было Укралайф ТВ. Укралайф ТВ. Спасибо. Укралайф ТВ.